159 бийских семей в ближайшее время все-таки смогут отметить новоселье. Со второго раза дома по улице Пугачева члены городской комиссии приняли единогласно. 30 сентября рабочая группа впервые приехала на объект. Тогда у представителя Народного фронта Светланы Беляевой набралось около десятка замечаний. Не работал лифт, не было света в подвале, строители не вывезли за собой мусор. Сегодня по каждому вопросу застройщик держал ответ. Так, следующее, не полностью, а насчет узел учета тепла. Ну, узел учета насчет полностью. То есть термометры у вас там стоят, масло в стаканах залито. Не примут. Ну, мы сейчас посмотрим. Как раз посмотрим мы сейчас освещение и вот это вот. Сегодня у активистов Общественного Народного фронта замечаний не возникло. А некоторые члены комиссии даже признали, что и сами не прочь поселиться в таких домах. Качество отделки не вызывает нареканий. Квартиры теплые, ровные потолки, красивые обои и линолеум. Заезжай и живи. Хорошие квартиры. Хорошие квартиры. Я просто помню, когда я получал, что это было. Жалко, что тогда не было такой приемки. Не было Общенародного фронта. Эти слова глава администрации явно адресовал фронтовичке Светлане Беляевой. Некоторые ее замечания Николай Нонко назвал не совсем корректными. Тем не менее, кое-что застройщикам пришлось все-таки исправлять. Сегодня все эти замечания мне показали, что они устранены. Показали те документы, которые я требовала при проверке и при сдаче этого дома. Сегодня я все это зафотографировала, посмотрела. Все это мне показали. Те замечания, которые я сделала непосредственно по работе лифта, по чердаку, по подвалу устранены полностью. Все члены приемной комиссии заверили, теперь акт подпишут. И сделают это в ближайшие дни. Потом предстоит процедура передачи жилья муниципалитету. Это тоже займет некоторое время. В любом случае, в этом году жители аварийных домов смогут отметить новоселье. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.